Всех приветствую! Продолжаем рассматривать работы художников и знакомиться с их автобиографией. Йоханнес или Йоган Рингель Бах. Голландский художник золотого века, который работал в жанре бомбочата. Это низкий жанр живописи, то есть картины с изображением сценок, незабыденной жизни, бродяг, резвящихся детей, странствующих актеров, крестьяна нищих, решенных с юмором и некоторой долей сентиментарности. Я цитирую переводную Википедию. Родился во Франкфурте в семье немецкого механика, крещён 10.10.1622 года. Живопись будущий художник сначала изучает в Голландии, с 1642 года в Париже и с 1644 года в Риме. Во время своего пребывания в Риме работал в жанре бомбочата. Некоторые из его работ были когда-то приписаны в Питер Ван Ларо, но теперь они по праву считаются работами Рингельбаха. В 1653 году возвращается в Амстердам, там женился, был близким другом Юргена Овенса, это голландский художник-портретист из Северной Фрисландии, который был учеником Рембрандта. В работах Йогана заметно влияние Филиппа Увермана. Известен своими многочисленными пейзажами и военными сценами, в которых ощутимо влияние итальянской живописи. Также работал для других живописцев, добавлял в их композициях различные детали второго плана. Фигуры людей или животных, в частности Яна Вейнанца, Яна Гоккарта, Хабема, Яна Вандер Хейдена. Картины Рингельбаха хранятся во многих картинных галереях Европы. Скончался в 1674 году в Амстердаме. Вот так вкратце из переводной википедии о голландском художнике золотого века, который работал в жанре бомбачада, Йоганн или Йоханнес Рингельбах. Пока-пока. До свидания. Смотрим работы. Субтитры подогнали Симон.